Всем привет! Что-то я сегодня расснимался. Это перекресток улицы 60 лет Октября и улицы Октябрьской. Утес, завод приборов бывший. Что сказать, что-то родное село. Там пятерочка, бывший магазин Октябрьский, гастроном. Вот это синий, там банк какой-то. Урал, не помню. Не вижу. А был там раньше магазин Светлана, кто помнит. Вот общежитие полицейское. Вот, кстати, за ним, а есть вот правее этого здания бордового, общежития, находится кладбище жертв фашизма. И вот за ним по улице Октябрьской, это Динамо, как сказать. Дворец Порто, что ли. Дома тут старые такие, хрущевки. Вот мне нравится магазин Континент Плюс, по сантехнике. И с той стороны есть еще Россантех. Сантехника. Тоже нравится. Даже тот магазин нравится больше, чем Континент Плюс. Раньше возле завода приборов был фонтан, я его еще помню. Хороший такой фонтан. В общем, он еще остался, но он не функционирует. И его уже как-то частично, по-моему, убрали. Ну, не знаю, не буду подходить. Грустное зрелище. Ох, остановка старинная такая. Она, правда, переносена уже отсюда. Кто помнит эту остановочку, я помню. Теперь остановка находится подальше. Так. Вот такой старый, обжитой райончик. Не знаю, особо сказать больше нечего. Кроме того, что магазин Орел, он на следующем перекрестке находится. Где улица Приборстроительная. Да. Вот еще Орден Ленина висит. Завод Промприбор. Вот в таком состоянии теперь. Давал работу многим людям. В советское время. Я, наверное, дойду до того перекрестка. Хотя снимать особо нечего. Строения все новые. Вот интересно. Здесь на пустыре вот есть пустырчик такой. Построили, а потом снесли. Очень красивое современное здание. Удивительное что-то. Не узаконили, в общем. Построили, но они смогли узаконить. Парикмахерская Оленька. Вот на этом месте построили, а потом снесли. А здание было очень красивое. Розовый корпус ГТС виднеется. Туда раньше ходили по поводу установки домашних телефонов. Московский кредитный банк. А вот это красивое здание. Это особенно отмечу. Сейчас подойду, прочитаю, как это называется правильно. В общем, где танцам учат. Шикарное, красивое такое здание. Валетная школа. А, хореографическое. А, хореографическое. Во, какое здание. Просто корабль какой-то. Хореографическая школа. Очень красивое строение. Очень. И оригинальное. С башенкой. Ну, вообще супер просто. Просто супер. Слов нет. Просто корабль какой-то. Еще даже с этого боку зайду. Видите, скосы такие. Классные здания. Меховой салон Леди Гранде. Меховой салон Леди Гранде. На той стороне отмечу. Ваенторг маленький. И вот мы выходим на перекресток. Улица 60 лет Октября и улица Горького. Оживленный такой, современный перекресток. Рус Ломбард с той стороны. Вот за этим домом магазин Дашенька. Сейчас там пятерочка. И улица 8 Марта. Этот дом очень многоэтажный такой. Там далее будет мост. Герцинский мост так называемый. Выходит на улицу Герцена на железнодорожном районе. Очень оживленный перекресток. Ну это жилой дом, слезной. Тоже какие-то магазинчики там имеются. Ну вот граффити еще интересное в этом месте. Севастополь, город русской славы. И знаете, сейчас дойду, наверное, до салона МТС. Тоже оригинальное здание такое. И через дорогу еще поликлиника. Вторая советского района. О, и арбитражный суд. О, сколько объектов попало. Но хореографическая школа, конечно, на первом месте. Это просто чудо какое-то. Корабль, а не дом. О, и арбитражный суд. За листвой, конечно, не очень не видно. Ну, вторая поликлиника. Такое советское строение. Я его с детства помню. Это здание. Ансамбль танца славится. Во, кстати. Телефоны. Очень красиво. Вторая поликлиника. Вот МТС на Горького 47К. Интересный такой домик. Ну, современные дома отличаются, конечно, большим разнообразием постройки. В советское время и домов было поменьше крупных. И формы были какие-то более унифицированные по резиденции нашего главного священника. Архиереи, кажется, так надо говорить. И арбитражный суд. Ну, такое мощное здание, нам скажем. Вот такие дома современные. Квартиры там дорогие. Там далее хлебокомбинат. И вот там будет у нас городской парк уже. За деревьями начинается улица Горького. А за второй поликлиникой мужской Успенский монастырь. Ну, в общем, вот такое получилось видео. Ох, какая ель высокая, красивая. Всем хорошего настроения. С вами был Дмитрий из Орла. Храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok